Военный эксперт Сергей Грабский присоединяется к нашему эфиру. Сергей Маратович, доброе утро. Приветствую. Доброе утро. Приветствую студию. Подробнее о ситуации на фронте, какова она на сегодняшний день. Мы видим, что продолжаются попытки противника продвигаться. Насколько сейчас можно говорить об этом наступательном импульсе? Он сохраняется, либо все-таки уже затухает? Ведь достаточно серьезные потери, более тысячи буквально каждый день, об этом сообщает Генеральный штаб. Ну, знаете, я бы не сказал, что этот импульс затухает. Я бы сказал, что он концентрируется. Он концентрируется на определенных участках фронта, где противник еще может себе позволить такие наступательные действия. Нужно понимать, что тот урон, который мы причиняем противнику, заставляет его действовать более осмотрительно и как бы сосредотачиваться на тех задачах, которые, по его мнению, он может выполнить. Именно поэтому вы и подчеркнули, и совершенно справедливо подчеркнули то, что наиболее тяжелая оперативная обстановка сохраняется на... Ну, я единственное хотел бы поправить, на торецком направлении, который включает в себя три элемента, три поднаправления. Это, собственно, Покровское, Часовьярское и непосредственно торецкое направление. Мало того, противник, даже не ожидая прорыва к дороге, которая соединяет Покров с Константиновкой, сейчас отчаянно рвется вперед по направлению, собственно, к городу Торецк, пытаясь фронтальными атаками сковать наши войска и прорваться непосредственно к этому оборонительному укрепрайону Украинской силы обороны, что приводит к таким серьезным потерям. Но если смотреть по количеству боевых столкновений, то динамики их сохраняются на очень высоком уровне, что говорит об отчаянном стремлении противника достичь хотя бы какого-то результата, хотя бы на каком-то направлении. И то, что боевые столкновения происходят и на других направлениях, это отнюдь не отменяет того, что основное место сосредоточения усилий российских оккупантов это все-таки торецкое направление. На других направлениях противник, да, пытается ввести боевые действия, которые имеют цель отвлечь наши войска, достичь каких-то тактических результатов, но, в общем-то, без какого-то серьезного оперативного успеха на сегодняшний момент. Как надолго хватит войск противника в таком атакующем импульсе, сказать очень трудно, потому что в отличие от, скажем, обычной практики анализа ситуации, когда берется во внимание фактор потерь, фактор пополнения ресурсов, фактор обеспечения всем необходимым, возможности маневра логистикой и боевыми подразделениями, здесь речь идет о политическом заказе. Российским войскам дан приказ продвигаться вперед как можно дальше, не считаясь потерями. И это может сыграть с ними злую шутку в любой момент. Я не скажу, что это случится прямо сегодня, но в любой момент такое может произойти, когда наступать будет банально неким. Уже на сегодняшний день мы видим фактически сосредоточение противника на штурмах, которые осуществляются исключительно пехотными подразделениями с очень ограниченным использованием техники. И тому две причины. Первое – это та плотная система огневого воздействия, которую создала украинская сторона, украинские войска. Второе – банальная нехватка обученного персонала, который может управлять этой военной техникой. И, собственно, из этого нужно исходить, что импульс наступления может постепенно затухать, хотя на ближайший месяц, как минимум, мы не можем утверждать, что такое произойдет. Потому что противник на сегодняшний день пока не считается с потерями. Как быстро у него начнется прозрение, сказать очень трудно. Все зависит еще от того, как, собственно, те несчастные, которых гонят в бой российские командиры, воспримут себя как люди, а не как человеческое мясо и восстанут против этой безумной практики. Сергей Маратович, это на самом деле очень большой вопрос. Знаете, я думаю, что мы еще, да, есть у нас время, мы еще зайдем на эту историю, поговорим, потому что, ну, есть определенный анализ, который об этом говорит. Но по поводу вот потери, вы уже отметили, что, в принципе, ну, они не считают людей. Давайте так, они не считают людей, они не считают людей за людей. Да, потому что это вот просто боевая единица, которая должна в любом случае идти вперед. Ну, грубо говоря. И мы все видели множество видео, да, когда и изувеченных, и скалеченных все равно. Там, передержка, подлатали, опять вперед штурмовать позиции. И вот в этом плане у меня следующий вопрос. Если мы говорим о человеческих, да, потерях в живой силе, то стоит поговорить и о потерях в технике. Поскольку вот на недавнем видео, которое публиковали на своей странице бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, они там красиво, просто красиво. Я вот советую все, возможно, посмотреть, да, оно в публичном доступе, и в телеграм-каналах есть, да, что вот позиции под углидаром, да, есть вот бронированная техника, немного ее там, но очень много чего, очень много мотоциклов, просто вот люди там очень много ехали на мотоциклах для того, чтобы штурмовать потери. Сергей Маратович, что это говорит по поводу, знаете, ну давайте так, не соотношение в живой силе, а соотношение в технике, да, или просто это локальная история, вот что нашли, то и пустили, но, наверное, нет. Вы знаете, наверное, нет, и тут я с вами соглашусь, наверное, нет, почему? Потому что противник, ну, никоим образом мы не недооцениваем противника. Как бы абсолютно. Противник, он как бы пытается изыскивать новые способы и алгоритмы ведения боевых действий, и, кстати, вот этот способ или алгоритм ведения боевых действий и использование малой механизированной техники, а именно мотоциклов, баги и других средств доставки, показал свою достаточно высокую эффективность, кстати. Потому что эти средства доставки, будем называть их так, достаточно маневренные, достаточно быстрые, они могут очень быстро, по сравнению с пехотой, проникать между боевыми позициями украинских сил обороны, а сами понимаете, ну, даже такое понятие, как управленческий импульс, то есть вызов огня по определенной локации требует времени, и даже перенос огня тоже требует времени, что дает возможность противнику, как они считают, достаточно эффективно использовать эти мотоциклы и другую мелкую моторную технику. Поэтому в данном случае я бы не относился к этому с таким, знаете, легкомыслием, и очень хорошо, что наши ребята как бы осознают опасность этого движения и как бы изыскивают методы и возможности уничтожения угрозы, которая является реальной, ну, которая присутствует и которая может для нас создать немало трудностей. Потому что не только на угледарском направлении противник задействует такие методы и алгоритмы боевого применения, и на других направлениях они тоже действуют. Это была, например, история, когда противник на рассвете, используя баги, автомобили баги, высадил или, вернее, осуществил десантирование своих подразделений, там буквально 50 человек, на тыловые позиции, которые находились между боевыми позициями наших подразделений. То есть эта угроза, угроза достаточно серьезная, но она является в том числе и ответом на тот вызов, который мы делаем для противника, то есть ликвидируя возможность им использовать более мощную боевую технику, потому что она, безусловно, попадает под удары наших дронов. И мы наносим очень серьезные удары. Поэтому они, по их мнению, в такой эффективный способ, опять же, по их мнению, в такой эффективный способ намереваются и пробуют рассредоточить свои силы для того, чтобы уменьшить потери. Ну, как видим, мы прекрасно узнаем, с чем имеем дело, и тоже принимаем соответствующие шаги для того, чтобы эту угрозу минимизировать. Ну, опять же, очень много говорили о том, что у противника есть определенные планы на ли это продвинуться по определенным направлениям. Сейчас мы можем какие-то сложить прогнозы, да, возможно ли какие-то наступательные действия, усиление активизации, возможно, где-то концентрируются личные составы, возможно, где-то стягивают технику. Говорилось о том, что идет переброска с других направлений на июль. Какие могут быть тут изменения на фронте, по вашему мнению? Ну, июль уже, собственно, начался, и мы уже как бы находимся в середине лета, поэтому говорить о каких-то серьезных наступательных операциях, которые планируются летом, вряд ли уже приходится. Противник на сегодняшний день уже как бы четко нарисовал свое стремление, мы об этом стремлении уже говорили. Его задача максимум в компании, в уже, можно говорить, летней осенней компании 2024 года овладеть укрепленным районом Торецк. То есть выйти на уровне, на линию Покровск-Контентиновка-Часов-Яр. Для него это будет задачей максимум, и в принципе он делает все возможное, чтобы, по его мнению, эту задачу решить. Хотя безуспешно на сегодняшний день, потому что мы видим, с каким темпом они вгрызаются буквально в нашу оборону, и мы понимаем, что этот темп далек от того, чтобы назвать его удовлетворительным. И стоит им такое вгрызание в нашу оборону очень и очень дорого. Потому что на Часов-Яре они практически уже не продвигаются. Мы видим отдельные попытки продвижения в районе Очеретиного по направлению на Воздвиженку и далее на трассу. Мы видим намерение противника продвигаться в сторону Покровска, не очень успешное. Ну и вот этот жест отчаяния, по-моему, когда они в Лобовую пошли уже на Торецк. Сами понимаете, что такое атаковать за благовременно подготовленный укрепрайон, к каким потерям это приводит, говорит о том, что, в общем-то, они сейчас сконцентрировались именно на этой задаче. Потому что на других направлениях мы не видим такого массового сосредоточения войск, которое говорило бы о возможностях противника осуществить какой-то глубокий охват. Ну и, как я уже говорил, фактор воздействия огневых средств украинских сил обороны ликвидирует или минимизирует возможность проведения каких-то серьезных наступательных операций. Более того, те средства разведки, которые находятся в распоряжении украинского командования, фактически исключают скрытое сосредоточение, концентрацию, больших количеств техники и вооружения на каких-то определенных направлениях. Мы внимательно следим за ситуацией, мы понимаем, чего хочет противник. И, в общем-то, это подтверждается сводками Генерального штаба, которые указывают на турецкое направление как основной участок приложения усилий в этой кампании. Сергей Маратович, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в Харьковской области? Ну, в Харьковской области противник не достиг и не выполнил ни одной своей задачи. Они даже не подошли к основным линиям обороны украинских вооруженных сил. Они пытались создать санитарную зону, им это не удалось. То есть сейчас мы проводим стабилизационные действия. Опять же, не поймите меня превратно, эти стабилизационные действия выглядят как большое количество встречных боев, где обе стороны пытается украинская сторона выбить противника, а российская сторона удержаться хотя бы на тех клочках украинской земли, которые ему удалось взять под контроль. Но задача именно ликвидации этого выступа, она сохраняется. Мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем туда отправить достаточное количество сил и средств, потому что, как мы говорили, есть более важные направления на сегодняшний день. Но, тем не менее, там бои продолжаются, и говорить о том, что противник там будет иметь возможность проводить какие-то широкомасштабные наступительные операции не имеет смысла. противнику любое продвижение на Харьковском направлении будет стоить неисчислимых потерь и, как я уже сказал, не будет иметь с военной точки зрения никакого смысла. Тем количеством войск, которые мы там наблюдаем, общая группировка с учетом сумского направления где-то порядка 50 тысяч, но абсолютно недостаточно для того, чтобы составить какую-то угрозу относительно захвата города Харьков. Мы уже видели, что противник не смог прорваться, то есть угроза артиллерийских обстрелов тоже ликвидирована. Поэтому тратить свои ресурсы, которые, да, значительно больше наших, но, тем не менее, не бесконечные, вряд ли противник планирует в ближайшее время на Харьковском направлении. Поэтому мы сосредоточены в основном на Донецкой области, где ведутся наиболее ожесточенные бои. Ну, а, в принципе, можно говорить о том, что для противника Харьковская операция провалена или завершена, либо все-таки она еще продолжается? Ну, знаете, формально нельзя, потому что боевые действия продолжаются, и мы видим, что все-таки часть нашей территории находится под оккупацией противника. Оперативные задачи, да, он не выполнил, но, понимаете, здесь речь идет о том, что считать фактором успешности операции. А с нашей точки зрения успешной считается операция, в которой мы нанесли максимальное поражение военному боевому потенциалу противника. С точки зрения противника успешной считается операция, которая позволила захватить некие локации, какую-то территорию, не считаясь с потерями. Более того, у россиян бытует такая фраза, которая меня просто вводит в ступор, чем больше потери, тем больше пафос победы, что очень трудно понять цивилизованному человеку. Поэтому, с их точки зрения, они как бы зашли на территорию Украины и браво докладывают о том, что они заняли развалины какого-то населенного пункта. Для них это считается победой. Поэтому говорить об окончании этой операции достаточно сложно. Победой будет только тогда, когда мы создадим санитарную зону на территории Белгородской, Брянской, Курской и других областей Российской Федерации. — Сергей Маратович, знаете, чтобы подытожить нашу свою беседу, хотел бы получить от вас комментарий вот такой публикации из The Wall Street Journal. Ну, она в целом, знаете, есть такая дефиниция, называется, знаете, капитан очевидность. Это когда человек или какие-то аналитики смотрят на вещи и говорят, а вы знаете, это белые, это красные. И все такие, ой, да вы что, это написало какое-то качественное зарубежное издание? Ну вот, без претензий, но все же, да, Wall Street Journal пишет, что на сегодняшний день нельзя сказать, что Украина или Россия ближе к тому, чтобы получить тотальные преимущества на фронте. Далее зацитирую. Поэтому обе стороны ожидают смертельное лето. В течение ближайших месяцев, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома. Просто ваш комментарий, ну, я говорю, ребята, это война, люди умирают. Ну, как бы, и что? Да, как бы, там они, понятное дело, они там ведут какие-то нюансы, исходя из заявлений экспертов, опрошенных представителей, там, украинских властей, украинских военных, там, кругов и так далее, и так далее. Ну, в общем, эта история понятна, да? Но ваш прогноз на это лето, и если мы отталкиваемся от тех позиций, которые озвучены вот в этой публикации, то давайте так, что способно изменить ситуацию? Что будет так называемым, уже пресловутым геймченджером, да? Возможно, та авиация, которую мы вот ждем буквально, ну, если не с минуты на минуту, то уже в ближайшее время, исходя из официальной информации, официальных заявлений тех партнеров по авиационной коалиции. Ну, знаете, позвольте мне начать с конца, как говорится. Пожалуйста. Если мы говорим об авиации и опираемся на те цифры, которые озвучены, а именно 24 F-16, которые Нидерланды готовы передать Украине, ну, конечно же, они не смогут поменять правила игры, потому что с российской стороны только самолетов, если я не ошибаюсь, находятся 270 с лишним единиц. Поэтому даже с учетом нашей авиации мы все равно не сможем переломить ситуацию в воздухе. Что касается геймченджинга, я могу частично согласиться с Wall Street Journal, кстати, мы об этом с вами только что говорили, о том, что противник, не считаясь ни с какими потерями, намеревается овладеть линией Покровск, Константиновка, Часов-Яр. Как надолго его хватит, на 2-3 недели, на месяц, на полтора месяца, сказать очень трудно. Поэтому бои будут продолжаться. Но геймченджинг состоит в том, что противник не добился самого главного. Он не сломил сопротивление противника. И несмотря на то, что война идет уже третий год, он не выполнил даже единственной своей поставленной стратегической задачи полностью овладеть Донецкой и Луганской областями. Поэтому отчаянные попытки противника будут продолжаться. Но опять же, дополнительным геймченджером, о котором мы можем говорить, есть то, что мы постепенно восстанавливаем баланс сил. Ну и даже если обратиться к цитатам верховного главнокомандующего президента Украины, он говорит, что на сегодняшний день даже соотношение в выстрелах артиллерийских снизилось с 1 к 7 к 1 к 3. Этого недостаточно, но мы работаем в этом направлении. Поэтому the game has changed already. То есть игра уже поменялась. Россиянам не удалось добиться каких-то серьезных успехов. И все, на что они могут быть способны, это продолжать такие безумные тактические попытки наступать. Но позволю себе заметить, что кайзеровская Германия планировала и проводила наступательные операции еще в июне 1918 года. Чем это закончилось в ноябре 1918, мы знаем. Я, конечно, далек от мысли, что Россия падет уже этой осенью, но нужно понимать так, что и они прекрасно дают себе отчет в том, что ситуация внутри страны не настолько идеальна, чтобы позволить себе войну на многие годы, как они это декларируют. Поэтому они так отчаянно будут рваться вперед, и как минимум еще один месяц нас ждет очень тяжелые испытания, а именно попытки противника прорваться. Сергей Маратович, спасибо вам большое за разговор. Всегда вам рады в эфире телеканала Freedom. Да и не только. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.